туристический сервер закарпатья и туристический клуб альфокс представляют ну вот подъезжаем к урочищу шепот впереди у нас ну что мы подъезжаем подъезжаем к урочищу шепот осталось буквально еще совсем немного димыч у нас за штурвалом как всегда это у нас кадр уже такой не постановочный но стандартный ну а здесь впереди будет стояночка если не заедем от плотины и после этого экипировочка прелуки полонина острая и сама гострая ну посмотрим загадывать не будем как бы такая задача минимум у нас все остальное впереди едем здесь потихонечку иногда очень иногда цепнем дном машины грунтовочку с камешками видите укрепление укрепление стены ну вот уже буквально скоро очень скоро мы подъезжаем подъезжаем плотине к шепоту ну вот мы приехали здесь будет наша стоянка начинаем сборы кроме нас здесь тоже еще кто-то остановился вот вы видите пару машин пару машин стоит очевидно пошли ли за грибами может быть пошли за грибами ну а мы собираемся наш путь лежит наш путь лежит дальше ну димыч регулирует рюкзак потому что когда он ходил последний раз на триглав то он рюкзак настрой до настройки сбились он отрегулировал рюкзак под пухович куда под пуховик так что сейчас нормально нормально ну все все отлично потихоньку выдвигаемся да 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 забираем клади туда ну что началась наша пешая часть марш круто гимыч с рыбкой который мы отдадим наверху мостик переходим снова вот это дорогие друзья это и есть тот ручей воеводин которым я вам говорил что путают название воеводин развлекательного центра и именно ручья воеводин который течет в ручей шипок почему потому что мы вот стоим на мостике а если мы сейчас камеру перейдем вправо через мостик это ручей шипок не путайте с водопадом который на межгорском районе ну а мы двигаемся дальше по направлению вверх ну вот ждем отстающих потихоньку подтягивается ну что сфотографировала ясненько ну вот она табличка на водоспад табличка на водоспад но мы сейчас водоспад не идем вот на табличка у нас есть впереди показалось уже мыслицкая садыба ну конечно фотосессия это обязательно как вы думаете если я к нему подойду он меня лягнет лягнет я вот не знаю не лучше не подходить конь это такая вещь непредсказуемая а ты ему дай ты ему травку дай он хлеб ждет на иди сюда ну иди до мене ты хороший дай ему и вдруг дай на иди сюда ну иди сюда ко мне ну что же после кратковременного отдыха кофе попили традиционно димыч приготовил мы отправляемся на отрезок садыба полонына гостра гора гостра 1405 метров над уровнем моря ну вот мы дошли до развилки снизу слева от меня это дорога которая приходит от места стоянки машин посередине вы видите дорога которая ходит на садыбу на мыслейску и к водопаду а вот эта площадочка она можно тоже здесь ставить машина она используется для стоянки машин а вот эта дорога вправо уходит дальше на прелуки на прелуки с прелук влево пойдем на полонину ровную а если прямо наш путь лежит на полонину гострую вот ручей который течет это шепот шепот который течет с прелук ну вот на подходе к прелукам вот такие валуны вот такие камни я специально попросил Димыча встать в кадре чтобы мы оценили масштаб красота конечно огромнейшие валуны андезита Димыч привет вот такие камешки встречаются нам по дороге перед прелукой ну очень конечно живописное настолько живописное что это чудо природы нерукотворное впечатляет вот такие балкончики маленькие стоят нависающие ну конечно очень красивый вид вот такой вот поворот на прелуке ну вот мы сейчас находимся с вами в верховьях врачища шепот то есть река шепот вот у нас сейчас передо мной я вам ее покажу потому что на такую высоту мы поднялись вы помните как в самом начале она была высоко вернее глубоко внизу то сейчас также она поднялась высоко вверх вот мы находимся здесь боковое русло вы видите прекрасно вот так она мирно течет рядышком возле нас и прямо по оси объектива вот такой маленький распадок каменистое ложе из этих валунов выложенное боковой приток поднимаемся дальше к полонине прелука дорогие друзья мы наконец-то прибыли к одной из точек нашего путешествия на полонину гостру и дыру гостра это полонинка прелуки очень маленькая очень живописная и мы когда от садибы мыслейско садиба поднялись на это место то вправо мы уходим на полонину ровную да, Димыч? левее левее от меня вправо а левее по ходу объектива мы уходим на полонину ровную и для подъема на полонину гострую а левее уходит дорога там вы видите загороженный шлагбаум полонинское хозяйство это хозяйство прелуки тоже кони тоже живописная садиба ну она очень маленькая сугубо только для ночевки пастухов вот на этом месте мы находимся и сейчас с вами будем подниматься по левую сторону от объектива оси все так, нам нам туда вот на эту горку троечка клесник плату за проезд запросто спускается, а я уже вижу по фарам там тоже на ночевку можно останавливаться правда, Димыч? я никогда там не был я всегда мечтал пару лет вот уже у меня у меня вы фоткаете давай фоткаю вот так ну вот вышли на полонинку прелуки вы видите вы видите очень живописная маленькая полонинка хозяйство он видно отдельно навес сарайчик по типу кухни летний горит также помещение вот дымочек вьется это не основное ну и живое помещение тоже сейчас я резкость под настрою резкость вот вот перед нами полонинка прелуки покидаем полонину прелуки вот по оси объектива откуда мы пришли смысловской садыбы покидаем полонинку прелуки вот вы видите дымочек вьется на кромке леса дерево и мы сейчас входим в зону леса и по этой дороге начинаем подниматься к подъему на полонину гостру ну вот такой дорогой мы поднимаемся на полонину гострую дорога идет среди леса подъем абсолютно не крутой легкий ну как бы прогулочный вариант несколько куртяков Димыч говорит и Рима будут впереди ну что ж двигаемся вверх вот какой-то зверек себе норочку подрыл дерево трухлявое но для норки вполне такое хорошее место ну что вперед ну что же привал у нас маленький Димыч организовал впереди у нас подъем 200 метров будут как бы ничего ну а пока нас побаловал Димыч чайком с кардамоном да кардамон здесь и что еще и сироп из бузины сироп из бузины и кардамон ну дорогие друзья я вам скажу что такой чай не выпьешь где-то в кафе и даже в фирменном пятизвездочном ресторане со звездочками Мишеля Мишлена Мишли Мишлена со звездочками Мишлена Мишлена да так что товарищи я рекомендую чай фирменный там внизу будет ссылочка на какой адрес писать упаковки по 100 грамм цены по согласованию не на правах рекламы но на правах шутки вкусненький чаёчек как настроение отлично так Дима что-то колдует сейчас я еще печенька достану оооо ты мне сразу там скажи по книжке печенька это какой группе относится печенька сегодня можно это не вредная пища сегодня нет я помню как ты умалывала свиное ухо из достора ну хотя и вредная пища да ну ясненько где-то а на завтрак были аминокислоты что там у нас будет оооо мое любимое мое любимое я руку протягиваю оператору хоть как так дай ме тот Ну вот мы стояли на этом месте, пили чай. И вот Димыч увидел гриб. Я сейчас подхожу, как он на таком расстоянии увидел. Ну да, сливается все, я даже не вижу. Димыч, где он грибочек? Вот, пожалуйста, какой грибок красивый. Белый гриб. Вот, пожалуйста, рядышком. Вот, рядышком вот еще малюсенький. Вот такой красивый. Вот так. Главное быть внимательным. Ну вот, вышли из леса на открытую местность. Перед нами начало полониной гострой. И сейчас будем выходить наверх и с подъемом на траверс. Вверху и в самом верху, да, на гребне, где тучки проходят, вот видим стоит опознавательный знак. Но это стоит, очевидно, крест. Остановились, чтобы одеть курточки. Витерок здесь гуляет. Может быть, микрофон будет фонить от ветра. Но звук ветра я потом уже уберу при компоновке фонограммы. Ну а там он находится, находится наша конечная точка маршрута. Сейчас попробую ее прозумировать. Вот крестик у нас, вот сейчас. Двигаемся дальше. Ну вот, отсюда мы поднялись. Да, с прелуки через лес прошли, поднялись вот сюда. И сейчас по этому траверсу мы поднимаемся наверх. Ну вот, впереди вершина. Это наш траверс. Идем туда. Ну а панорамку потом я покажу уже сверху. Вроде бы вот это Буковец. Дорогие друзья, мы с вами находимся на высоте 1405 метров под уровнем моря. Гора острая. Мы вышли с полонины острая, поднялись сюда, самая высокая точка, подняли флаг клуба. И сейчас мы находимся здесь, после того, как поднялись из села Турия Поляна. В составе группы Дмитрий Барабаш, Сергей Козыдаев, Конор Рима. Ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас здесь наверху. Да, острая, втроем, я уже сказал, из-за участников. Ну и за моей спиной вы видите, эта полонина ровная, вот так, а прямо... находится Пикуй. Ну что ж, до встречи. Всем привет! До встречи на нашем канале Альпфокс. Альпийский лис.